Всем привет! Меня зовут Алёна. Сегодня мы с вами поговорим о лирике Бориса Леонидовича Пастернака. Годы жизни Бориса Леонидовича Пастернака 1890-1960-е годы. Родился Пастернак в Москве 29 января 1890 года в творческой еврейской семье. В их доме часто бывали самые такие видные деятели искусства того времени, например, композита Скрябин. Сама семья тоже была творческая, среди родственников близких Пастернака были и художники, и музыканты. В 1908 году Пастернак заканчивает гимназию и сам, до этого он серьезно занимался музыкой, даже планировал стать тоже музыкантом, но он отказывается от музыкальной карьеры, поскольку считал, что слух у него не абсолютный, не идеальный. А Пастернак по жизни был таким человеком, как мы бы сейчас его назвали, перфекционистом. Он считал, что если чем-то заниматься, то нужно делать все на сто процентов, поэтому он отказался от занятий музыкой и решил стать писателем-поэтом. В 1912 году он оканчивает словесно-философское отделение Московского университета. Спустя год выходит первая книга его стихов «Близнец в тучах». В 1916 году выходит сборник «Поверх барьеров». И в 1922 году выходит одна из таких основных книг поэтических в его творчестве, многие называют ее программной. Это книга «Сестра моя жизнь». В 1936 году Пастернак поселяется на даче в Переделкине. Это поселок писательских дач до сих пор существует в Подмосковье. И там все еще существует даже дача Пастернака, где сейчас расположен его музей с многочисленными личными вещами поэта. И там он жил до конца своих дней. В 30-е годы Пастернак много занимается переводами. Переводил он с немецкого, с английского языка. Так он переводит Фауста Гетте, Гамлета Шекспира, пьесы Шиллера. В 1952 году у Пастернака случается первый инфаркт. И тут он впервые задумывается о том, что очень важно оставить после себя наследие, то есть успеть сказать все, что тебе хочется сказать. В 1955 году завершает работу над, пожалуй, наверное, главным своим трудом романом «Доктор Живаго». В 1958 году за, в том числе и роман «Доктор Живаго» Борис Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. Конечно, Борис Пастернак не смог очень при жизни опубликовать свой роман на родине. В 1957 году он был опубликован в Италии, после в Аргентине, в Америке, в европейских странах других. Но, к сожалению, в России он был опубликован впервые лишь в «Перестройку» в 1988 году. Более того, за Нобелевскую премию и за роман «Доктор Живаго» Пастернак был подвергнут долгой и довольно-таки жестокой травле. Его запретили печатать, призывали исключить из Союза писателей СССР. И как раз-таки с историей отравли Пастернака связано знаменитое выражение «не читал, но осуждаю». Как раз-таки многие советские номенклатурные писатели отзывались именно этой фразой о том, что они, конечно, сами пастернаковский роман не читали, который порочил советскую Россию, как всем казалось. Но они все Пастернака осуждали. 30 мая 1960 года Борис Леонидович Пастернак умер от рахка легких у себя на даче в Переделкине. Итак, в чем состоят особенности поэтики, особенности поэтического творчества Бориса Леонидовича Пастернака? Во-первых, это ощущение потрясения от окружающей красоты природы. Все в природе, все вокруг левического героя Пастернака потрясает до глубины души и восхищает. Внимание к мельчайшим деталям природы. В знаменитом стихотворении «Февраль достать чернил и плакать» мы слышим и звуки улиц, и звук грачей, и черный цвет, который мы видим и в грачах упомянутых, и в чернеющих голых ветках деревьев, и даже в самих чернилах. Убежденность в том, что все вокруг едино — человек и природа, вселенная, весь мир. Стихотворение, которое мы с вами сегодня рассмотрим подробно, это стихотворение 1956 года «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Считается, по сути, поэтическим кредо Бориса Леонидовича Пастернака. Это стихотворение о стремлении поэта уловить и передать в стихе подлинность настроения и состояние души. По сути, здесь Пастернак задается вопросом, что такое поэтическое искусство и как поэт должен творить. Стихи, по мнению Пастернака, должны отображать не внешнюю сторону событий, а их глубинную сущность. Собственные стихи самому Пастернаку, его лирическому герою, который тоже является, конечно, поэтом, ему кажутся несовершенными. Посмотрите, пожалуйста. «О, если я только мог, хотя бы отчасти, я написал бы восемь строк о свойствах страсти». Лирический герой Пастернака мечтает, подобно Шопену, уместить весь мир с его звуками, красками, запахами. Слова, как Шопену, это удалось сделать с музыкой. Если бы поэт достиг совершенства, он бы внес свои стихи, посмотрите, «Дыхание роз», «Дыхание мяты», «Луга», «Осоку», «Синокоз», «Грозы раскат». И краски здесь присутствуют, и запахи, и даже звуки. Чтобы стихи были искренними, считает Пастернак, и правдивыми, поэт должен выстрадать каждую строчку, каждое слово. Рождение в муках творчества нового произведения привносит не только радость, но и опасение. Какими строками Пастернак заканчивает это стихотворение? «Достигнутого торжества игра и мука, натянутая тетива тугого лука». Смотрите, игра и мука здесь, по сути, составляют такую антонимическую пару. Игра — это радость, наслаждение, азарт от оконченного стихотворения, от оконченного произведения. А мука — это страх перед тем, что будет с вот этой натянутой тетивой и со стрелой, которая натягивает эту тетиву. О чем идет речь? О какой тетиве идет речь? Речь идет, конечно, о том, что писатель, заканчивая свое стихотворение, он отдает его читателю. И самым важным является то, чтобы искусство попало в цель, как стрела из натянутой тетивы. И вот как раз таки о том, что эта тетива может, стрела, извините, может не попасть в цель, это для поэта является самым страшным. Поэтому здесь появляется и мука. И еще одно стихотворение, которое посвящено теме творчества, это стихотворение «Быть знаменитым некрасиво» 1956 год. Стихотворение входит в сборник «Когда разгуляется». Лирический герой здесь задается вопросом о сущности истинного искусства, о сущности истинного творчества, о том, как искусство, настоящее, соотносится со славой. Цель творчества, пишет Пастернак, самоотдача, а не шумниха, не успех. Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех. Почему в 1956 году Пастернак, казалось бы, задается вообще вопросами о творчестве и о том, как оно соотносится со славой? Пастернак, который прожил уже довольно-таки долгую жизнь и долгую творческую жизнь. В 1955 году, напоминаю, выходит роман «Доктор Живаго» и начинается травля по этой писателям. И вот здесь как раз-таки Пастернак задается вопросом, а что значит его творчество и правильно ли он делает, что не обращает внимание на то, как надо, как требуется, что он не вписывается в эти рамки такого правильного советского писателя, а следует зову творческой души, зову вдохновения. И в этом стихотворении он дает на этот вопрос ответ. Но он как раз таки считает, что слава есть далеко не все. Если цель творчества – самодача, то цель жизни, по мнению Пастернака, это привлечь любовь в пространство. Но надо жить без самозванства, так жить, чтобы в конце концов привлечь к себе любовь в пространство, услышать будущего зов. То, что происходит здесь и сейчас, то, что здесь тебя окружает, это мало значит для Пастернака. По его мнению, цель жизни и цель жизни поэта в первую очередь – это призвать вот этот самый зов будущего, быть оставленным в веках, остаться во времени и быть услышанным потомками. То, о чем писал и Александр Сергеевич Пушкин, и Державин до него, а до них всех древнеримский поэт Горать. Смысл как жизни, так и творчества, по мнению Пастернака, в искренности и в истине. Другие по живому следу пройдут твой путь за пятью пять, но поражение от победы ты сам не должен отличать, и должен ни единой только не отступиться от лица, но быть живым, живым и только, живым и только до конца. Посмотрите, пожалуйста, да, не нужно отличать поражение и победы. То, о чем писал еще Александр Сергеевич Пушкин, что поэт не должен оглядываться на мнение толпы, он должен всегда смотреть вперед. Да, посмотрите, пожалуйста, ты должен и должен ни единой только не отступаться от лица, от какого лица, да, то есть не терять своего лица, не отступаться от своей чести и от того, что ты считаешь правильным и честным. И самое важное, посмотрите, сколько раз повторяется это слово. Быть живым. А что такое быть живым, по мнению Пастернак? Во первую очередь, конечно, это быть настоящим и быть еще раз честным. На этом сегодня все. Спасибо за внимание и до скорого.